Привет! В эфире «Итоги дна», меня зовут Денис Бигус. Сегодня на нашем дне Народный фронт, а программа наша проходит под девизом «Скажи мне, кто твой друг?» и я скажу «Ты что, ебанулся совсем?». А теперь подробнее. Депутат Народного фронта Павел Пензенек провел в Верховной ради брифинг, на котором поныжал на общественную организацию Центр противодействия коррупции. Буднично и не особо интересно. Общая идея выступления — гадкие грантаеды — мешают нам жить. Да, не могу не отметить, что после дела НАБУ против главного донора Народного фронта Мартыненко у позиции Пензенека есть логика. Им реально мешает. Бля, какая жалость. Но мы же про друзей. На своем брифинге господин Пензенек показал кино про Центр противодействия коррупции, авторство общественного деятеля регионального журналиста Василия Опасова. Регионального, в смысле, тот работал на Ньюзван, канал, который принадлежит регионалу. Народфронтовец Пензенек пригласил на брифинг самого автора, приглашал журналистов получать копии кино на флешках. Короче, мир и любовь. И знаете, вся эта история была бы мелочной разборкой нарфронтовцев, если бы не сам Опасов. Потому что Народный фронт, он же претендует на, ну, чуть ли не самую патриотическую политическую силу в Украине. А господин Опасов, ну, как бы это правильно и корректно сформулировать? Он тупо говно и сепар. У меня нет никаких симпатий к украинскому политику вообще и к Народному фронту в частности. Но, сука, слезы жалости мешают говорить. Пензенек? Зачем вы так с собой? Ну, видите ли, когда народный депутат партии, которая попала в парламент благодаря революции достоинства, тянет в парламент человека, который, мягко говоря, активно против этой революции выступал, мне трудно, по крайней мере, понять. В стране идет веерное отключение мозга граждан, сообщал кореш Народного фронта в декабре 2014 года. Просыпаетесь? Янукович правит, никто не погиб, никаких сотен и самооборон, доллар по 8 гривен, и думаете, приснится же такая хуйня, делится друг Пензенека в мае того же года. Павел, а вы какие сны видели весной 2014? Пойду на работу без трусов, подарю свободу своему достоинству. Это Опасов весело шутит про День Свободы и Достоинства Украины. И с Опасовым все понятно. Брась и подонок. Вопрос к Пензенеку. А что там Народный фронт думает про День Достоинства Украины? Ждать нам на подшивку шуточек в исполнении нардепа Пензенека, секретаря СНБО Турчинова и министра внутренних дел Авакова. А че нет? Я уверен, у Опасова еще дохера смешных шуток в блокноте. И если вы уже используете творчество автора, то че там? Берите все. Ну, цитаты антимайдана, репосты Путина и остальные призывы с ведоми освободите Киев, мы пропустим? Вообще не, нихуя, че пропустим? Пензенек, вы тогда хотя бы в Киеве были или воспользовались советом? Это декабрь 13-го года. Это как раз, как бы это правильно сказать, начало самого разгара. Особенно иронично смотрится сейчас картинка Опасова про проебанный Крым. Просто потому, что на ней тили-тили лидер Народного фронта Арсений Яценюк. Короче, я даже не могу сказать, что Народный фронт где-то на нашем дне. Потому что это, блядь, не дно. Это, сука, тектонические слои. И я понимаю, что уголовное дело против главного спонсора партии оно бьет по мозгам. Но хотя бы циническую политическую чуйку ж надо иметь, если совести даже совсем нет. Берите пример с того же Опасова. Он теперь тили-тили дохуя искренний патриот. По крайней мере для Народного фронта. А вообще не то, чтобы я сильно смыслил в политике, но вряд ли Народному фронту так уж следует тянуть региональный мусор в парламент уже сейчас. С тем, что вы, ребята, делаете, они туда скоро придут на целиком законных основаниях сами. Это были итоги дна. Москаль Эдишин. Меня зовут Денис Бигус. До встречи.